МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь4. Из всех событий, уходящих 7 дней, мы обсуждаем главное, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте! Город строится. В областном центре появятся новостройки и даже целый микрорайон. Прощание со школой и вступление во взрослую жизнь. В регионе прошли выпускные балы. Пять дней без визы. Как меняется туристическая сфера, чтобы быть интересной иностранным гостям? Смотрите в актуальном интервью. Театр в тюрьме. Участницы уникального творческого проекта представили очередной премьерный спектакль. В ближайшие 26 минут – неделя из жизни Гомельской области, какой ее увидели наши корреспонденты. Одной из самых актуальных тем на этой неделе стало строительство жилья. Поручение активнее информировать население о существующих возможностях обзавестись жильем дал на аппаратном совещании председатель Гомельского облсполкома Владимир Дворник. Глава региона подчеркнул, что у каждого, кто желает строиться, должен быть доступ к информации о свободных земельных участках и планах застройки. О том, где в Гомеле вскоре появятся новостройки, журналистам рассказали в горосполкоме. В начале года в списке гомельчан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, было более 40 тысяч человек. Для этих людей строится жилье, приобрести которое они могут на особых условиях. Так, в этом году часть из них может получить жилищный кредит по ставкам вдвое меньшим в ставке рефинансирования Назбанка. Кредит этот будет выдаваться под 50% ставки рефинансирования. На сегодняшний день это составляет 9,5% годовых. На 15 лет для многодетных семей максимальная выдача льготного кредита это 95% от стоимости квартиры, для остальных граждан это 75%. Если на сегодняшний день смотреть кредитную ставки всех банков, то это составляет где-то 15% в зависимости от банка, то 9,5% это значительно уменьшит. На кредитные средства можно приобрести квартиру в одном из домов, запланированных специально для этого проекта. Площадка для первого готовится по улице Федюнинского. Дом рассчитанный на 132 квартиры. А в дальнейшем здесь появится новый микрорайон под названием Федюнинский. Второй же дом, предназначенный для проекта, получит прописку в 104 микрорайоне. Там будет 63 квартиры. Предусмотрены различные варианты по площади и по количеству комнат. Чтобы получить кредит, необходимо подать заявление в администрацию своего района. Первоочередное будет иметь, конечно же, многодетная семья право. Потом, в соответствии с указом 195-м, будет иметь приоритет судей, прокурорские работники, рядовые и начальствующий состав Следственного комитета и граждане, имеющие право на социальное жилье. Жилфонд Гумеля будет пополняться и за счет точечной застройки. Так, один дом появится на улице Пионерской, еще один у Дворца культуры фестивальной. Строить начнут в этом году. Еще два дома заложат в микрорайоне Шведская горка. Кстати, намеченные на эту площадку планы почти реализованы. Микрорайон застроен на 85%. На очереди улица Докутович. Там вместо частного сектора в перспективе появится 15 многоэтажек. Однако, как скоро, сказать пока сложно. Вы знаете, что снос довольно длительный характер носится. Не всегда нам приходится убедить сжатые сроки граждан куда-то переехать либо получить другие виды компенсации, которые положены по закону. Если увидели, то один дом мы ввели уже в эксплуатацию. В этом году планируем начать дом, будем начинать еще один рядом ставить. Облик Гумеля будет меняться не только за счет жилой застройки. В этом году планируется расширение Волотавской улицы до четырех полос с оборудованием-светофорами. Сносить ради этого жилые дома не будут. Расширение затронет только часть заборов и один магазин. Сдадут объект в ноябре. Ну а кроме того, строители готовят для гомельчан подарок ко Дню независимости. К 3 июля мы будем открывать набережную. Плитка положена процентов 70. По-другим деток готовится тоже порядка на 50%. Реконструированный участок будет выдержан в том же стиле, что и территория, которая была сдана раньше. Вместо одной линии освещения появятся две. Все спуски к воде сохранят, а изображение плитки будет повторять белорусский орнамент. Десять лет успешного сотрудничества и новые перспективы. На этой неделе наш регион посетил председатель комитета по аграрным вопросам мажилиса парламента республики Казахстан Сапархан Амаров. То, каким видит казахстанский депутат дальнейшие пути взаимодействия, а также подробности других значимых событий недели в нашем обзоре. Председатель комитета по аграрным вопросам мажилиса парламента республики Казахстан Сапархан Амаров в ходе визита в наш регион посетил сельскохозяйственные, перерабатывающие и машиностроительные предприятия. Тесные партнерские связи Казахстана и акционерного общества «Гумсельмаш» существуют уже около 10 лет с момента создания в Кустанае совместного предприятия по производству зерноуборочных машин. За прошедшее время произведено около 3000 комбайнов. И сегодня в Казахстане рассматривают возможности расширения линейки техники. Кроме того, Казахстан намерен активно развивать животноводство, а потому здесь заинтересованы в современных технологиях переработки молока. Именно этим объясняется интерес деловых кругов Казахстана к акционерному обществу «Мелковита». В «Гумеле» вручили награды победителям конкурса на лучшую организацию идеологической работы. Дипломы и денежные премии получили 36 предприятий региона. Смотр-конкурс в Гомельской области проводится уже в 12-й раз. В этом году жюри выбирало победителей и призеров в 12 номинациях из более 120 претендентов. Среди критериев оценки – социальная ответственность организаций, предприятий, учреждений, корпоративная политика. Официальные пляжи области готовы к купальному сезону. Об этом сообщили в областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды. Речь идет о 47 объектах, которые официально утверждены решениями гор райисполкомов. На пляжах установлены биотуалеты, контейнеры для сбора мусора, кабинки для переодевания и скамейки для отдыха. На некоторых появятся игровые площадки и выездные пункты питания. Как стало известно на этой неделе, мозорские канатоходцы представят Беларусь на фестивале циркового искусства на Кубе. Воспитанники студии «Арена» выступят с номером, который в этом году стал серебряным призером конкурса в Монте-Карло. Вместе с мазырянами на кубинской арене свое мастерство продемонстрируют представители сильнейших цирковых школ Латинской Америки, Азии и Европы. На этой неделе 11-классники навсегда попрощались со школой. Выпускные балы прогремели по всей Беларуси. Аттестаты о среднем образовании получили более 8700 выпускников 11-классов, а базовым около 14 тысяч. Как выпускники отпраздновали вступление во взрослую жизнь? Расскажет Анна Корольчук. За плечами 11 школьных лет, а впереди серьезный шаг во взрослую жизнь. Это радостно и грустно, торжественно и волнительно. Ведь все, к чему они привыкли – школьные парты, уроки, звонки и учителя – теперь позади. Выпускной вечер – это уникальный праздник, когда вчерашние школьники, гимназисты и лицеисты превращаются во взрослых молодых людей. В 16 районах Гомельской области выпускные балы проходят на центральных площадках, куда съезжаются выпускники школ со всех населенных пунктов, а также их родители. Настоящий городской праздник с концертной программой объединяют взрослых и детей. Тысячи жителей Речицкого района собрались вечером возле амфитеатра на берегу Днепра, чтобы посмотреть на торжественное шествие выпускников и разделить с ними радость. Вы не идите на день, это придет на участие, как дети. Этот учебный год для нашей области выдался действительно успешным. 32 выпускника стали победителями заключительного этапа Республиканской олимпиады по учебным предметам, что дает им определенные преимущества перед сверстниками. Уже сейчас они могут считать себя студентами учреждений высшего образования в соответствии с профилем полученного диплома. Всегда приятно видеть молодых энергичных, очень перспективных, очень амбициозных и очень профессионально подготовленных, которые придет достойной сменой. И это говорит о том, что молодые люди, заканчивая базовое образование, имеют хорошую конкуренцию и достойно поступают в высшее учебное заведение. Ключевая часть любого выпускного – это чествование медалистов. В Гомельской области золотые и серебряные награды за отличную учебу в этом году получили 427 человек, что почти на 50 медалей больше, чем в прошлом. Вклад Речицкого района в областную статистику – 28 наград. К этому ответственному моменту, по тернистому пути знаний, ребята шли 11 лет. Большая часть медалей – золотые, а на сцене в основном одни девушки. В этом году единственный в районе парень, обладатель золотой награды – это Кирилл Снежко, призер Республиканской олимпиады по химии. В 11 классе у меня уже выбора как-то не было. Для поступления ей нужны цитаты, что надо было постараться. На все остальное время как-то везло. Я хочу поступить в медицинский университет, стать хирургом, работать дальше. Четверо выпускников также получили свидетельство специального фонда президента Республики Беларусь по социальной поддержке талантливой и одаренной молодежи. Нас радует то, что сельские школьники сегодня сравнялись по качеству знаний с городскими школами и успешно сдают централизованное тестирование. Все намеченные планы поступления в высшее учебное заведение они осуществляют. И поэтому можно говорить о том, что мы с задачей, поставленной 2016-2017 года, успешно справились. Юные, красивые и счастливые. Будущие инженеры и строители, преподаватели и медики, программисты и дизайнеры. Впереди их ждут яркие события, приятные встречи и новые победы. Уже в понедельник начинается централизованное тестирование. Издавать его будут 43,5 тысячи человек. Остается только пожелать им удачи. Анна Корольчук, Игорь Морищенко. Новости недели из Речицы. Впереди у выпускников еще немало волнений, связанных с поступлением. Среди самых востребованных у абитуриентов специальности, связанные с высокими технологиями. Проходные баллы на бюджет из года в год устанавливаются выше 300 из 400 возможных баллов. Основной кузницей IT-специалистов в Беларуси остается БГУИР. На долю этого вуза приходится более трети всех кадров в отрасли. Каждый четвертый айтишник – выпускник БГУ. Каждый десятый – БНТУ. Между тем, получить желанную специальность можно и в нашем регионе. О том, как готовят айтишников в БГУ имени Франциска Скорины – репортаж Марина Джалой. В нашей стране находятся одни из лучших программистов мира. Об этом свидетельствуют международные рейтинги. Причина успеха – высокий интеллект, умение быстро решать задачи. И ведь именно белорусская система образования подготовила этих специалистов. Раньше этот факультет был просто физическим. А месяц назад он стал называться физики информационных технологий. И это закономерно, ведь еще два года назад студентов сюда принимали на шесть специальностей, и лишь одна была связана с айти-сферой. Сейчас айтишников готовят по четырем из семи имеющихся. Благодаря этому наладилось сотрудничество с Гомельским технопарком, в частности, с ведущими айти-компаниями – ЭПАМ и АйБиЭМ. Чтобы удовлетворять их требования, теперь преподавание у студентов будет вестись в том числе и на английском языке. Сейчас у нас уже наши студенты готовят курсовые работы, дипломные работы на английском языке. Мы уже подготовили планы, соответствующие по специальностям, на которые мы готовы полностью, 100% перейти на преподавание на английском языке. В этом году на базе факультета открылся первый в Беларуси центр обучения специалистов по использованию сетевого оборудования компании «Делинк». Здесь студенты новой специальности и программируемые мобильные системы могут опробовать полученные знания практическим. По завершению обучения в центре они получают промышленный сертификат. Он свидетельствует о том, что выпускник обладает всеми необходимыми практическими знаниями для быстрого вхождения в профессию. И работодателю не нужно тратить время и средства на дообучение молодого специалиста. Программируемая мобильная система – это достаточно широкое понятие, которое предполагает разработку как аппаратной составляющей, так и программной основы для оборудования, которое обладает мобильностью, то есть носимое оборудование, то есть это и интеллектуальная бытовая электроника, и набирающая популярность концепция умных вещей. Кстати, студенты специальности программируемые мобильные системы собрали 3D-принтер. На нем можно печатать различные узлы и агрегаты, необходимые в робототехнике. Готовый принтер можно было купить примерно за 300 долларов. Сделать своими руками ненамного дешевле. Но зато у самодельного есть все требуемые функции. В рамках курсов, читаемых на нашем факультете, у нас есть курс, который называется робототехника и механатроника. Вы, кстати, сейчас находитесь в лаборатории этого курса. И в рамках этого курса, в рамках этих занятий студенты моделируют различные. Ну вот для чего такая деталь? Это как раз-таки деталь, элемент этого же 3D-принтера. Собственно, фактически 3D-принтер печатает сам себя. Андрей Клеменков и Вероника Шинкарева – выпускники специальности АСОИ. Уже с третьего курса они участвуют в разработке новых программ в Гомельском технопарке. Там же в компании IBM их ждет и первое рабочее место уже в качестве дипломированных специалистов. Мы сначала прошли вступительный Java курс для того, чтобы показать свои знания нашему начальству. После этого нам предложили внутренний проект, который сейчас на данный момент до сих пор в процессе. И мы там выполняем роли разработчиков программного обеспечения для того, чтобы позволить этому проекту выйти на новый уровень. И его можно было использовать на серверах различных компаний. Кстати, в парке высоких технологий в Гомельском технопарке посчастливится работать многим нынешним выпускникам. Все наши выпускники забеспечены первым местом працы, пришли больше заходить у парк высоких технологий, у наших технопарк. Наши выпускники открыли там свои компании, они являются резидентами парка и працуют как наши новые процедавцы. Вот такая сильная совесть, что для нас вельми приемно. И в конце сюжета немного лирики. Среди моих друзей тоже есть айтишники. И у них высокие зарплаты, хороший соцпакет. Но если посмотреть на их рабочий день, то поводов для пустой зависти не остается. Ведь это те люди, чей интеллект всегда работает на бешеных оборотах, у которых нет времени на личную жизнь и которым сложно переключиться на обычные бытовые дела. Так что сфера айти – это не просто работа, а скорее целая жизнь. Марина Джалая, Валерий Гопанько, Игорь Морищенко. Специально для новостей недели. Сегодня отмечается День работников легкой промышленности. В Гомельской области производством текстиля, одежды, изделий из кожи и меха заняты 22 организации. В них трудится более 7700 человек. Поздравляем с профессиональным праздником работников отрасли. И вспоминаем, чем еще была примечательна уходящая неделя. Очередной прием граждан по личным вопросам провел председатель Гомельского облсполкома Владимир Дворник. На встречу пришли 11 человек. Преимущественно так называемый сложный контингент. Это люди, бескомпромиссно уверенные в своей правоте, пытающиеся решить вопросы годами, а то и десятилетиями. По закону об обращении граждан со многими завершена переписка. По большинству дел поставлены точки ни в одной судебной инстанции. Но запал у них не закончился. После встречи с председателем облсполкома градус накала спадает. Для многих главное быть принятым и услышанным. Между тем губернатор внимательно относится к каждой проблеме, дает поручение снова собрать комиссии и совместно рассмотреть возможности помочь тем, кто ищет ответы на свои наболевшие вопросы. Гомель и китайский Ченду намерены активизировать сотрудничество в экономической и социальной сферах. Об этом шла речь во время официального визита делегации. По мнению китайской стороны, оба города найдут точки соприкосновения. Например, в увеличении числа предприятий в нашей стране с участием китайского капитала и постоянным обменом студентами и молодыми специалистами. Легкоатлетическая эстафета, соревнования по катанию на роликах и скейтбордах и концертная программа «Моя краина Беларусь». Областная гражданско-патриотическая акция «Моей краине» прошла в субботу в Ельске. Напомним, в прошлом году участники этой акции посвятили родной стране огромное количество добрых дел. А в этом году проект получил формат праздника, который шагает по всем районным центрам. При этом сохраняя свою главную цель – привлечь внимание молодежи к конкретным делам ради благополучия Беларуси. В следующую субботу акцию будет встречать Житковичский район. Режим «Пять дней без визы» действует в Беларуси уже несколько месяцев. Ощутила ли это на себе туристическая сфера Гомельщины? Откуда едут в наш регион? Ради чего? И главное, как готова меняться турсфера области, чтобы соответствовать запросам иностранных туристов? Эти вопросы наш корреспондент Анна Ковалева задала начальнику управления спорта и туризма Гомельского облсполкома Денису Езерскому. Денис Владимирович, несмотря на капризы погоды, туристический сезон начался вовремя. Скажите, как он стартовал именно на Гомельщине? Может быть, есть какие-то в этом году изменения? Что касается цифр, в том числе и цифр, которые официально показывает нам статистика, первый квартал 2017 года туристов в этом году приехало значительно больше, чем в прошлом году на этот же период. Ну вот, насколько я помню, в режиме «пять дней без визы» въехать и выехать из Беларуси можно только через национальный аэропорт Минск. Вот хотелось бы узнать, много ли иностранных туристов все-таки от Минска доезжает и до нас, и до Гомеля? К сожалению, мы не видим точной цифры, сколько все-таки иностранцев приехало непосредственно в Гомельскую область. Что касается аэропорта Минск, уже на первый месяц работы всеми заинтересованными фиксировалось увеличение потока иностранных туристов через национальный аэропорт Минск, и уже вносится предложение по усовершенствованию этого указа. Ну, например, для того, чтобы прилетающие на лечение наши санаторно-курортные учреждения не ограничивались пятью днями, а непосредственно могли прилетать без визы на период курсовки, который они приобрели в наших санаториях. Но если смотреть вот в целом на картину, все-таки какие страны больше всего проявляют интерес к нашему региону? Самые активные итальянцы и немцы. Это самые активные граждане, которые больше всего приезжают в Республику Беларусь. Ну, понятно, что поток иностранных туристов увеличился. Может быть, в связи с этим появились какие-то новые услуги, новые туристические предложения. Вот что скажете? Да, появилось, конечно же, новое. Мы, во-первых, после того, как вышел указ на уровне Гомельского облсполкома, собрали всех заинтересованных. Специально были разработаны маршруты для иностранцев, прибывающих через аэропорт. Они сегодня, эти маршруты и эти туристические компании работают в информационно-визовом центре национального аэропорта. Вся информация сегодня там открыта на нескольких языках. Ну и, конечно же, новые маршруты сегодня в любом случае появляются. Новые площадки для производственного туризма. Гомсельмаш активно вошел непосредственно в этом направлении, начал работать. И что, действительно, к примеру, итальянцы приезжают в Гомель, чтобы посмотреть, как делают наши комбайны? Действительно это так? И не только итальянцы. Это вообще рынок и направление очень перспективное, потому что любая техника, которая известна по всему миру, она вызывает, естественно, интерес. Если смотреть в целом, все-таки, что больше всего привлекает иностранцев вот у нас в Гомеле? Какие объекты? Может быть, историко-культурные или агросадебные? Что это? Наверное, остается самым интересным все-таки то место, где мы сегодня с вами находимся, это Дворцово парковый ансамбль. По информации Министерства культуры, в прошлом году Дворцово парковый ансамбль города Гомеля вошел в пятерку самых посещаемых объектов Республики Беларусь. И для нас, конечно, это очень важно. Больше 350 тысяч иностранных туристов посетило. И если смотреть еще об объектах, вы правильно абсолютно заметили, агроусадьба. И здесь это одно из самых, наверное, интересных направлений. Уже видна такая десятка крепких агроусадьб, хозяев агроусадьб, которые отдают этому большое внимание. И с каждым годом туристов в агроусадьбах останавливается все больше и больше. Скажем, по подготовке языковой они готовы принимать иностранцев? Сегодня абсолютно, опять же, по результатам вот этого указа, мы проводим работу для того, чтобы во всех местах размещения, питания, во-первых, было удобно иностранцу себя чувствовать. Сегодня уже в ресторанах города Гомеля, и не только города Гомеля, можно увидеть меню на двух языках. Сегодня в музеях есть гиды-переводчики. У нас очень много мест интересных. У нас очень развит экологический туризм, очень развит медицинский туризм, у нас развит историко-культурный туризм. То есть у нас достаточно сегодня направлений, которые надо развивать и поддерживать, совершенствовать. Абсолютно верно. Ну и последний вопрос, традиционный, о планах, конечно же, не творческих, а туристических. Вот расскажите, что ожидает туристическую инфраструктуру, как она будет развиваться в будущем? Ну, во-первых, у нас сейчас реализовывается два инвестиционных проекта, которые буквально, если не следующим, то через год будут завершены. Это комплекс туристический Михайловска в Гомельском районе и в Ветковском районе российские компании Брикбилд, тоже охотничий туристический комплекс в деревне Железняки. Также будем дальше активно работать по продвижению и открытию новых маршрутов промышленного туризма, потому что, как я и говорил, это очень перспективное направление. Ну и надеемся все-таки на то, что нам тоже повезет так же, как и нашим гродненским коллегам, гродненскому региону, потому что мы видим уже на сегодняшний день, насколько интересна Беларусь, и особенно, когда нету ограничений визовых. Вот безвизовый режим мог бы, я думаю, найти свое отражение и у нас в регионе. Ну, палочком, наверное, может послужить то, что вот Гомельский аэропорт стал принимать, да, вот и из Турции, и из африканских каких-то государств. Абсолютно верно. И европейские государства, и африканские государства, вообще Гомельский аэропорт очень перспективное направление, которому тоже надо уделять внимание, потому что мы можем надеяться и на увеличение пассажиропотока по прилетающим на территорию Гомельского аэропорта и, соответственно, на территорию Гомельской области. А теперь расскажем о наиболее значимых культурных событиях региона. В ветке на этой неделе открылся первый стационарный видеозал с возможностями показа фильмов в 3D-формате. А в Гомеле состоялось награждение победителей областного этапа республиканского конкурса «Золотое перо Белой Руси». В стенах телерадиокомпании «Гомель» дипломы и призы от организаторов получили 13 юных финалистов. Ближайшие несколько минут об этом и не только более подробно расскажет наш культурный обозреватель Вероника Ворошилина. На этой неделе в Гомельском областном драматическом театре состоялась премьера спектакля по пьесе Николая Коляды «Бабы Шанель». Все роли в нем исполнили осужденные из правительной колонии номер 4. На сцене самодеятельные актрисы держались почти профессионально. Режиссер-постановщик, ведущий актер облдрамтеатра Алексей Бычков. Это уже девятый спектакль, который ставится в рамках проекта «Театр в тюрьме», начиная с 2004 года. Со временем меняется не только репертуар, но и используются новые творческие приемы. На этот раз перед зрителями развернулся драматический фарс в одном действии. Музыкальная постановка «Бабы Шанель» рассказывает о женском одиночестве и ценности человеческой жизни. Выставка «Книга и культура» открылась в музее Дворца Румянцевых и Паскевичей. Она приурочена к 500-летию белорусского книгопечатания. В экспозиции около 350 миниатюрных изданий. Среди них мини-книги по философии, истории, произведения классиков мировой литературы. Размер самого маленького издания коллекции всего 5 сантиметров в длину и 4 сантиметра в ширину. В Гомеле состоялось награждение победителей областного этапа республиканского конкурса «Золотое перо Белой Руси». Дипломы и призы получили 13 юных финалистов, чьи работы были признаны лучшими в номинациях «Журналистика 21 века», «Беларусь глазами детей», «Семейный альбом» и «Твой взгляд». Награждение победителей конкурса проходило на территории телерадиокомпании «Гомель», что очень символично, ведь приглашенные на торжественную церемонию школьники и студенты уже сейчас имеют хорошие задатки и в будущем могут попробовать себя в качестве журналистов, операторов и фотокорреспондентов. А в «Ветке» тем временем открылся первый стационарный видеозал с возможностями показа фильмов в 3D-формате. Ранее киноленты демонстрировались на передвижном оборудовании, в клубах и детских садах. Новый кинозал вмещает 40 человек. Здесь есть уютные кресла, современное видео и звуковое оборудование. На создание полноценного мини-кинотеатра было выделено 45 тысяч рублей. В дальнейших планах преобразовать его в социально-культурный комплекс. Так, в ближайший год в соседнем зале появится бильярдный стол, кафетерий и выставочная площадка, где будут демонстрировать художественные работы, в том числе местных авторов. Следующая неделя обещает быть не менее интересной. На сцене Гомельского облдрамтеатра пройдут гастроли Брестского академического театра драмы. Зрители увидят мелодраму, коварство и любовь, комедию, веселый вдовец и сказку, чемоданное настроение. А в Мозырском краеведческом музее на следующей неделе откроется интригующая выставка «Восемь ног». На ней будут представлены пауки разнообразных видов и размеров из самых отдаленных уголков земного шара. И на этом все. С самыми интересными культурными событиями региона вас знакомили Вероника Ворошилина и Игорь Марищенко. Обзор подготовлен специально для программы «Новости недели». Это были итоги минувших семи дней. На будущей неделе мы продолжим следить за происходящим, чтобы рассказать главное. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова